друзья всем привет у нас сегодня привет у нас сегодня экскурсия мы ее сами себе организовали приехали на каршеринге внимание смотрите куда надеюсь не зеркалит в общем дача сталина который находится зеленая роща по-моему дайте называется которая в сочи находится море здесь не видно по море вообще ничего не видно в общем идем по тропинке но мы наверное возьмем ускурсовода сейчас посмотрим если там по времени совпадает потому что рекомендовали взять экскурсовода говорят недолго все интересно очень приятно экскурсоводы женщины жара на улице опять 26 27 если 28 погода просто замечательно все разворачиваю камеру поглядели на нас ничего теперь на нас глядеть будем вам показывать рассказывать красоту я кстати очень хорошо поджарился сюда тяжеловато было кстати подниматься можно было прямо с курортного проспекта как это называется пешком слава богу мы на машине потому что невероятно крутой подъем так идем в касс вот уже примут это все в зеленом цвете это есть дача начинается кассы пойдемте в касс короче мы взяли индивидуальную экскурсию стоит на 1400 рублей 45 минут и вход 500 рублей с человека и когда ли ожидайте подхожу к охраннику его за ним придется кто-нибудь да могут за всеми когда-нибудь придут и смех и грех честно говорят с юмором конечно охранники юмор актуальны на этой даче почему он по моему тоже наверное грузинского происхождения охранника и похож на молодого сталина не говори за помощью это вообще конечно друзья что я хочу сказать невозможно все рассказать экскурсия у нас прошла очень интересно если вы когда-нибудь будете здесь сочи конечно же закажите индивидуально пока даже не понимает мозг всю эту информацию но здесь я понял одно сплошные какие-то тайны и загадки неподтвержденные факты нет нет конечно есть и подтвержденные но типа все время так она говорила это не точно это непонятно это вот легенда это не легенда это предполагает рассказывали но если быстро пройдусь по комнатам просто покажу вот про цвет я сразу понял почему зеленый потому что маскировка была чтобы случае чего подкрасили его зеленый только в четырнадцатом году только в одном месте оригинальный цвет был сейчас тоже покажу вот это основное здание здесь здесь он по-моему да и комната отдыха и кабинет его его все эти правые руки тут просто на отказ еще рассказала про каждого кто как закончил жизнь свою из близкого окружения василий в основном здесь был с отцом да ну и дочка из дочка на любимая которая была светлана ну дяков пою плену был захвачен артиллеристом был и тоже неизвестно как погиб как что с ним в общем сгину вот интересный факт никаких деревьев здесь не было в те года все это было построено позже в каком году вообще 36 или 33 что такое была построена задача до 33 33 здесь из-за климата с одной стороны горный с другой стороны морской и была единственная вот ель которая была проведена привезена была и рассказывал тайны вот поэтому здесь было совсем все по-другому было роза ветров климат горный соединялся с морским для того чтобы по здоровью ему было рекомендовано и в комнатах сохранялась специально все было даже ступеньки под его роз делали но последний раз он болел артритом пойдем туда вовнутрь вовнутрь пойдем все вот что сохранено точно вот этого двери замки специальные которые вот с одной стороны вот так чтобы от другой стороны тоже так чтобы если пустить газ чтобы с той стороны он не прошел и также чтобы не подслушать все было настолько продумано ковров здесь не было зеркал тоже не было потому что он боялся своей внешности некрасивой сохранены вот эти бра и все вот это вот деревья о дереве дерево которое было сделано без единого гвоздя вот этого я запомнил да все слух все туалеты сейчас закрыты потому что в советские времена здесь вообще был санаторий все это сдавалось это комнаты светланы единственное зеркало которое сохранение сохранилась и которое было при жизни это вот это зеркало до диван говорят что ее кровать диван это похода пошли нашли похоже но но это не он вот точно люстры все сохранены часы и она сказала тоже это оригинальные пойдем дальше пойдем дальше не знаю что мы еще можем вспомнить здесь это кабинет конечно же кабинет чем он пользовался это вот все это утварь и он подарил когда был москве вот это вот спичный коробок он сюда вставлял и прикуриваю вот курил герцоговина флор брал табак и забивал в трубку вот это было все это вот такие как балконы веранды они были все без остекления только потом уже в советское время сделали когда была здесь когда здесь был санаторий зеленая роща они уже более того и вот этого точно не было и камина здесь тоже не было это все было пристроено весь только был камин в одном месте пойдем дальше по моему нас неплохо получается мы тоже можем скоро здесь подрабатывать а вот здесь было когда был санаторий зеленой рощи вот это вот площадочка это была транс-площадка даже стоимость этих номеров все это какая-то легенда потому что типа 14000 стоил какой-то номер хотя в то время 15000 стоило жигули что-то такой вот сравнение куда мы сделал поэтому то тоже все не доказано и непонятно дорогие друзья давайте пройдем дальше эта комната отдыха здесь что сохранено все дерево абсолютно вот это вот все лампа шахматы кстати многие вот вещи это были уже обменены или куплены у тех кто каких-то сотрудников бывших которые себя растащили по своим дачам потом они возвращали за какие-то там не знаю либо за деньги либо меняли вот там допустим диван его под мы позже покажем большой он был обменен на что-то это шахматы реально настоящие которые он играл они были специально высокие для того чтобы он не сидя играл а стоя телевизор по моему я не помню да это позже вот это точно его он любил слушать музыку и на пластинках он ставил крестики чем больше крестиков типа этого его рейтинг был это значит было супер но иногда писал матом что типа какая-то херня и не стеснялся да да никаких портретов никогда при его жизни не было он самолюбованием не занимался все это было повешено после его уже смерти я думаю что о характере его вы всегда наверно все знаете какой был непростой вот здесь можно было помыться это был его бассейн тоже интересный факт здесь он был открытый полностью все этого не было он был просто на улице наполняли воду метр пятьдесят потому что он сколько он был сам метр пятьдесят пять вот чтобы она просто плавать не умела дали никогда не купался стеснялся своего тела только вот здесь здесь привозили морскую воду там два раза в неделю до это все уже было сделано когда было санатории зеленые рощи меняли плитку много раз собственно особо здесь ничего такого не сохранилось ну пойдемте дальше так кстати двумя комнатами двумя этими обозначалась туалет они все закрыты это был кабинет этого офицерская весь да ну я говорю офицерская написано комнату дежурных офицеров все офицеры у него не было рядового состава весь состав охраны которую именно охранят 12 человек было лично охраны которые менялись по три человека по кругу да там в три к оцеплении нквд милиция и еще какие-то три было три полосы она объяснила прям чуть ли не до моря выстраивались почему разные службы чтобы не было сговора между ними кровя кровать уже не то потому что по разуме по тем габаритам она была 80 на 180 а это уже 90 на 180 это считалось уже роскошь и это какой-то румынский набор он сказал поэтому это уже немножечко позже просто сюда поставили дорогие гости проверьте дальше да это его прям здравствуйте это правая и левая рука и тени называли его и фамилия его господи как же его фамилия то начальник службы безопасности власика николай власика его по моему берия за несколько там месяцев до смерти уголовное дело его арестовали и он на прощание жене сказал что не будет не будет сталин нет не будет его не будет стали наоборот не будет сталина да 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 и через несколько месяцев стали очень умный очень он называл охрану такую что в мире была самая лучшая охрана до сих пор пользуются его какими-то хитростью охраны первого лица государства и кстати такой интересный факт его конечно же лишили всех званий орденов доживал в какой-то скромной квартире до 67 года он дожил и у него приемная дочь добилась что 2000 году президент восстановил ваш звание и все регалии все-все-все вернули сидел на жизнь очень тяжелый после смерти стали вот пойдемте дальше где второй этаж у нас вот та самая лестница которая разные по высоте первые три для того чтобы нагрузка на его ноги было постепенно дать все под его рост сделано чтобы ступеньки как бы распределить и груза силовую нагрузку самом начале там 12 сантиметров 14 16 типа этого так это второй этаж здесь основной зал где проходили все банкеты заседания еще что-то здесь сохранить сохранен стол нет не сохранен здесь сохранен камин все вот это вот потолок люстры сохранена совещание банкеты здесь специальная акустика полукругом для того чтобы он когда вставал сюда курил трубку он мог слышать что говорят шепотом в том углу вы тоже неизвестно вот все такие веранды открыты здесь с выходом на горную часть там вдалеке это гора ахун который к сожалению сейчас закрыта а с другой стороны это выход на море все покажем где не было никаких деревьев кстати ничего просто был морской воздух садят ничего эти деревья не было на улице море было очень хорошо я уже сказал на по очень красивый а где мы даже показал нам сохранилась стена не крашеная в каком-то этаже был здесь да нет да нет но не здесь же пап здесь к экскурсии чайная церемония это отдельная посмотреть можно зайти но это попробовать все это здесь не ходили мы здесь ничего не знаем это отдельная экскурсия сына да тоже очень скромненькая какая-то вот на таких кроватках там у самого сталин она еще меньше так-то мягенько конечно а вот здесь вот это вот балкон был конечно же только тоже не застегленный и вот эта вот стена оригинального цвета сохранившиеся с тех времен единственная и когда был санаторий они штробили чтобы провести проводку пошла трещина но они остановились на вот укрепили балкой для того чтобы все это остановить это называлось механизм шуба когда там смешение песка стекла каких-то еще камней и вот даже где-то здесь вот какого-то железа там вот так вот цвет оригинальный сохранился на перекрашивали ее уже всю дачу в 2017 году к олимпиаде туалеты все закрыты вот с советских времен типа там сказали что там нечего смотреть и никакой достопримечательности истории в ней нет потому что это уже все передел новодел такой мы в первый дом пап ну конечно я же это сказал вот еще первое здание которое мы с вами покажем где мы были сейчас мы сюда еще придем мы с этого балкона начинали здесь была такая предыстория где показали все его родословную родителей детей первая жена нет первая вот это жена нет ли вот это это его родители мама папа это первая жена вторая папа спился без вести без вести пропавший дочки его соратников революционной борьбы вот этот сын яков который тоже непонятно как погиб в плен попал во время войны и покончить с собой пытался несколько раз в общем как-то так ладно пойдем покажем кровать цветоваться не раздражал глаз вот та самая кровать именно та которая просто вот я не знаю сколько это ну и как вообще на не можно спать узкая ему ставили две кровати сдвигали но отказался сказал что это слишком роскошь здесь здесь пока здесь показывается его как бы реальные размеры 38 размер ноги я думаю что все эти факты где рассказывать что мы подкладывали и под плечи и под грудь и фуражку шили специально несколько сантиметров больше и ботинки он надевал размер на три размера больше вообще-то кинозал был вот тот самый знаменитый диван который сохранился почему он такой высокий потому что он садился сюда и он полностью с головой практически было не видно для того чтобы он был пули непробиваемые сам в него в состав ходила конский волос вот можно потрогать кстати и это это дерьмо до чтобы типа бронежилет он все внутренне сохранено единственное что заменена кожа и вот как раз его у кого-то поменяли на современный диван кто-то уже в наше время отдал его но взамен на что-то другое так здесь бильярд бильярд кстати оригинальный сохранившись он действительно в него играл единственно что перетягивали ткань да потому что он часто курил бычки падал пепел сгорала тут прожигалась это меняли а так вообще сам стол оригинальный драки вот это именно первая она меньше она с наконечником специальным потом медным да здесь тоже внизу было усиление свинцом для того чтобы он играл и не проигрывал потому что проигрывать конечно же он не мог еще больная и центровку да 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 тут все вместе чтобы это умывальня к сожалению закрыта и опять же вот такие вот все балконы которые вот так вот с таким видом но ничего не было ни деревьев ничего был чистый вид на море наверное собственно и все здесь помнишь она рассказывала что вообще пустое место было и насчет источников держи источник до сероводородный ему прописали до соли и лечил артрит который прогрессировал с возрастом вот такая история про количество его окружения она сказала я забыл кто кому удалось избежать репрессии совсем мало людей вот из его близкого круга насколько назвала я уже не помню а так конечно все были а даже вот интересный факт был про этого который его был правой рукой тоже с которой жену до который собственноручно подписал расстрел своей жены и принес на подпись сталину на что сталин сказал не переживай мы тебя найдем новую бабу представляете как он уже стоит какой кошмар вообще ее заподозрили в типами на гендана была там какие-то еще времена нравы были это вообще шок даже правая рука стали на не мог ничего продать а быть лакеем каким надо быть чтобы принести расстрельную на подпись на своей своей жены признали иностранным агентом да ладно пойдемте наверно собственно все что мы хотели вам рассказать но вы все равно не поленитесь обязательно закажите очень интересно и взять экскурсию до какой-то шталончик дали нам на бесплатную фотографию так друзья во первых то что я сейчас показал вот эту вот фотографию якобы бесплатно нее дают вот такой вот понятно что это как всегда чисто курортный развод и за тысячи рублей нам сделали кучу фотографии я взял онлайн то есть не они могли распечатать но зачем они нужны главное чтобы они были в интернете выложу где-нибудь по поводу экскурсоводы постарайтесь сделать так чтобы у вас был либо парень либо пожилая женщина наша была очень хорошая но очень тихо разговаривать ну вот прям вот для папы вообще было очень просто я слышал но я понимал что папе будет проблематично очень тихо разговаривать но понятно что они все все знают все интересно рассказывает абсолютно все информацию преподносит но я просто слышал как другие проводят экскурсоводы парень громко четко поэтому постарайтесь да чтобы было у вас другая хотя против этого ничего не имеем просто немножечко тихо все всем спасибо репортаж сделан и давно мечтал сюда гости в сочи приезжайте пока пока а